добрый вечер дорогие друзья сегодня по вашей просьбе я буду изготавливать как вы поняли осу и по просьбе моих американских друзей я кое-что буду повторять на английском поэтому простите меня за тот каламбур который будет небольшой в нашем фильме good evening my friends today we going the kneed the front seek wasp bugs beetles давайте приступим как вы поняли весь смысл изготовления вот такой приманки и вот такой имеет отличие это я мы оплетали пенку фуам боди здесь же мы изготавливаем тело из самой пенки поэтому я сразу оговорюсь я специально допустим купил вот мне ручка не нужна была но ручка была закреплена вот в такую упаковочку это пенка близкая такая как спененная резина и цвет как раз мне подходит вот все другие наши которые продаются пенка она сама по себе по толщине 3 миллиметра нам же нужно чтобы хотя бы было 6 чтобы мы могли изготовить брусочек а а потом из этого брусочка мы должны с вами изготовить вот такой формы как чечевица или для игры в бейсбол такой формы и с помощью спиртового маркера мы изготавливаем вот такое тело достаточно просто но как я уже специально не убираю чтобы вы видели мы делаем вот такой надрез не на всю длину а вот ровно одна треть для того чтобы мы могли закрепить на крючок весь смысл заключается в том что мы не вот так сверху крепим огибаем наш крючок давайте мы приступим допустим меня простят наши американские друзья я давно не говорил по русском по на английском мне легче как говорится сделать фильм на польском чем на английском значит боди фуам и пен перманент блэк все давайте теперь приступим в процессе изготовления я буду объяснять показывать мы должны еще изготовить из лески здесь из монофилл айс вот такие ну можно брать до скажу честно у меня есть и вот такая до 1 миллиметра поэтому вы подберете толщину лески по своим под свой крючок и под свои габариты это будем говорить так осу и не совсем осу я делаю по просьбе моего друга сергея стрелецкого который просил изготовить чтобы она очень хорошо плавала и в то же время была ну выдерживала хорошие поклевки как жереха так и головля как ни странно достаточно хорошо реагирует на перекатах и жерех давайте мы закрепим с вами крючок значит в чем смысл вы можете для себя подбирать крючок практически любой величины любой фирмы но весь смысл заключается в том чтобы была вот эта площадочка более менее роненькая вплоть до того что даже можете использовать крючки из серии как вот допустим имеется f11 нимфовые как я их называю тоже на них можно вязать все зависит практически от того как вы будете крепить тело ну давайте теперь приступим для того чтобы не прокручивалась я обычно как всегда беру и стараюсь промазать вот место крепления клеем клей я использую вот такой гелевый позволяет мне не сильно торопиться для того чтобы я мог быстренько быстренько его закрепить нить порядка 6 0 10 0 но достаточно крепкая цвет для себя подберете сами в данный момент вот сейчас в начале это не принципиально сделаем небольшую вот такую можно виточек к виточку можно вот так как я с небольшим шагом доходим практически до самого загиба здесь удаляем уже наши остатки нитки и нам необходимо можно делать можно так не делать это как вы уже решите я закрываю допустим вот этот участок спектродаббинг который повторяет по цвету перо павлина если у вас имеется вот перо павлина пожалуйста можете использовать его для это использую изготовление тела дополнительно я возьму немножечко еще промажу равномерно чтобы не было узелков этих потом у нас и чтобы легче мне было наносить как я уже говорил я использую вот остатки свечей или же в качестве вощины использую ваксу немножко промажем не сильно большое количество берем потому что нужно равномерно тоненько покрыть то место где мы будем с вами крепить оставляем вот в таком положении ничего не крутим вот оно вот такое лохматое непонятное некрасивое ставим опять же в удобное положение до первого касания как я уже говорил и после этого мы только начинаем вот так не отпуская пальцев формировать нашу даббинговую нить и теперь стараемся виток витку не делая нагромождений изготовить ну своеобразное такое как бы тело дойти мы должны с вами вот до того места где мы будем крепить уже наше изготовленное тело оставляем обязательно перед тем как устанавливать перепроверимся насколько допустим наш этот разрез позволяет беспрепятственно если что вот так немножечко расширим его беспрепятственно вот так допустим оденется на наше цевьё годится меня вполне устраивает теперь самое основное как вы видите я оставляю две третьих цевья до колечка для того чтобы мы с вами изготовили тело закрепили крыло и смогли допустим сделать или сами лапки как вы решите или имитацию но опять же закрепить наши глаза с нашими усиками вот я так приблизительно сформировал тело как вы видите вот оно у нас достаточно такое же как и все у меня эти все остальные поэтому проблем никаких не составляет все нас все устраивает опять берем небольшое количество клея без фанатизма снимаем и промазываем вот только сам изгиб одеваем одели как вы видите я специально оставляю кус свою нить чтобы она у меня была за телом чтобы мы могли сейчас с вами удерживая тело вот такими движениями опять же скажу говорю вам без фанатизма закрепить вот этот небольшой кусочек который мы с вами оставили для крепления это у нас будет именно как раз вот тот переход от самого хвостика тела к грудке который мы обязательно с вами должны вскрыть лаком пока не трогаем оставляем уводим нить колечку наносим буквально остатки вот того клея который у нас остался на нашей иголочки и проматываем чтобы не было у нас ступенек вот такой вот бортик перед колечком для того чтобы мои глазки вот видите у меня уже нитка сама спрыгнула на это место чтобы мы наши глазки смогли закрепить вот в том месте где находится наша с вами нить закрепление проблем не составляет поэтому установили обязательно вот такими видите и вот то что мы подмотали возле колечка нашу нить утолщение сделали как бы небольшую площадку нам не дает возможности чтобы на наши глазки двигались туда куда нам не надо ну а теперь остается только лишь нам очень аккуратненько и восьмерочка и вот так их подхватить все теперь что я делаю я беру убираю пока это все в сторону берем черный лак и на небольшое время нам с вами нужно будет прерваться пока вот эта площадочка у нас хорошо не подсохнет ну а понятное дело вместе с нашими глазками аккуратненько наносим так чтобы не повредить вот то что мы с вами изготовить изготовили аккуратненько аккуратненько и оставляем повторю неоднократно нужно будет нам это все сделать поэтому одним разом это не выйдет так как лак проседает и остаются потом вот те неровности которые нам с вами не нужны буквально минут на 10-15 мы с вами прервемся ну в принципе это уже все для вас так понятно я сделаю сейчас вам немножко поближе чтобы вы могли рассмотреть потому что в дальнейшем мы с вами подготовим крыло тело наше как раз хорошо подклеится вот на том дабинге который мы с вами подмотали глазки наши тоже подклеится и мы с вами продолжим наш лак немножечко подсох но мы еще потом процессе когда это все будет готово мы еще капнем в качестве чехлика я взял материал который вот есть уже готовый body stretch в производители могут быть разные можно взять кусочек полиэтилена можно взять воздушный шарик это не имеет никакого значения и желательно чтобы у нас с вами ну были хотя бы какие-либо скальпы петушков у меня я очень дорожу и ценю вот это флуоресцентный скальп гризли петушка я его использую только на определенные цели нам желательно выбрать из левой и правой стороны нашего скальпа два перышка чтобы они имели одинак в противоположный наклон но были между собой одинаково похожие на для крылышка вот если вы сможете вот я их буду держать вот так вот ровно как вы видите это и с левой и с правой части уже почти готовое крыло но вот это гораздо шире это чуть уже кончик то есть надо подбирать так чтобы они были ближе к друг другу чем-то похоже но это уже значительно шире тоже не годится поэтому я подготовил подмотал немного даббинга чтобы можно было закрепить мои крылья значит что я сделал подготовил их длину тут длина здесь должна быть немножко длиннее тело значит чтобы более-менее пропорционально смотрелось мушка и длительное время было в ходу ну я не делаю несколько несколько длиннее поверну в удобное для себя положение и стараюсь закрепить вот там где у меня остались перья и там где от кусочек ости пера вот такой видите накидной петлей я сперва чуть-чуть вот где у меня попало подхватываю и смотрю как она у меня находится немножко устраивает и не устраивает значит я могу отпустить нитку и подкрутить свое перо отпускаю и подтягиваем подтягиваем видите перекрутили поэтому вот так меня вполне устроит теперь я могу спокойненько немножко дотянуть но не сильно как вы видите вроде бы она большое сильно торчит но когда мы с вами подмотаем дабинг установим лапки все остальное будет достаточно все качественно и аналогичным способом посмотрим приравняем какой длина если немножечко нужно удалим еще бородочки и так же как и это крыло оно должно быть сбоку и слегка как бы идти вверх вот как вы видите я подхватил теперь аккуратненько использую только сам само натяжение моей катушки беру пинцет так как ось пера у меня достаточно короткая осталась и теперь я беру за эту ось и начинаю подтягивать подравнивать вот то крыло которое мне так кажется оно несколько вышло длиннее удерживаем и левой правой рукой вот все теперь меня это все вполне устраивает теперь я беру совсем немножечко буквально капельку клея ничего не трогаем можно конечно кто не хочет не пользуйтесь клеем но я стараюсь для таких рыбалок лучше использовать и на место крепления нашего перышка вот я наношу буквально по капельке нашего клея это убережет нас от ранней потери крыла годится меня все вполне устраивает как я думаю вас тоже теперь переходим к основному моменту нам необходимо с вами закрепить то перо хакл я подготовил приблизительно как вы видите вот я подобрал так чтобы ну несколько длиннее было мое перо которое будет имитировать лапки моей осы если мы изготовим лапки из пера и допустим фазана из остатков пера то тоже красиво тоже хорошо но несколько будет хуже плавучесть поэтому я уже несколько перепробовал все эти варианты и частности мой друг сергей тоже поэтому желательно конечно изготовить вот такой более повышенной плавучести вариант закрепили закрепили ну а теперь остается только лишь одно значит смотрите вы можете изготавливать как из вот такого дабинга так использовать антрон оттенки могут быть ну всевозможные но желательно конечно так чтобы это чем то напоминало вот то брюшко которое имеется в нашей осы поэтому опять я нанесу совсем немножечко ваксы на нить так как она полиэстер и скользит сперва вот так вот немножко наживим то количество которое нам необходимо и мы должны сделать такую цилиндрическую грудку чтобы была более симпатичная смотрелось по пропорции подхватим немножечко вот так наши крылышки и переходим теперь к формированию до глазок вот там где мы обрезали остатки нашего пера ось пера до глазок буквально миллиметр стараемся ну не доходить так как мы будем потом с вами выделять саму в основном голову вот приблизительно так можно конечно добавить и немножечко другого оттенка вот я для разнообразия добавлю немножечко такого как красного чтобы по центру вот так промотать а остальное у меня будет под фазана если нет пожалуйста можно все это изготовить пером фазана это плавающий даббинг поэтому он нам ну ничем не вредит теперь смотрите я нить перевожу не доходя буквально пару миллиметров до глаз для того чтобы мы могли закрепить наше перо и нам это не мешало теперь я беру перо смотрю где у меня вот тот природный изгиб если его нет значит вы можете его мотать так чтобы проходило по плоскости так как мы обычно делали вулебаггеры наматывали и перо у нас будет ложиться уже так как нам нужно поправляем так чтобы это нам не мешало и уже дальше движемся значит количество оборотов вы должны выбрать для себя уже сами потому что много тоже плохо и мало тоже плохо поэтому все зависит от того какое течение как допустим рыба реагирует на нашу опушку все очень 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 важно я допустим делаю почти три полных оборота стараюсь опять же скажу честно сильно не скучивать перо поправляем чтобы оно нам не мешало не доходим как я уже говорил до наших глазок подхватываем перехватываю и теперь вот таким вот движением слегка увлажнив пальцы я все перышки стараюсь увести за нить и вот здесь теперь я уже поджимаю мое перышко единственное что я здесь вам не упомянул желательно наматывать так чтобы сами бородки пера смотрели у нас вперед не назад вот как вы видите у меня они по-прежнему немножко непослушные топорщатся вперед наша мушка будет лучше опираться на воду годится ну теперь немножечко наведем порядок чтобы потом это все нам аккуратненько было оставляем и здесь я уже возьму несколько контрастный вот дабинг перед головкой можно одним цветом можно черный можно и не делать так как я допустим вот отделяю я просто стараюсь сейчас вот скрыть место крепления пера и тела вот это эту нитку дабингом и нить перевожу уже ближе к глазкам следим за тем чтобы лишнего пера у нас здесь не было ничего не мешало теперь аккуратно сверху расправляем перышки влево вправо чтобы они более-менее равномерно ушли сверху и примеряем теперь уже наш чехлик для нашей грудки также друзья мои убираем те перья которые пытаются у нас наползти на глазки убираем если уж сильно будут вам мешать можно вообще вот так взять увлажнить слева и справа и их пока временно увести в сторону с небольшой натяжечкой теперь уже перед глазками мы делаем один вот такой не отпускаем оборот я перевожу нить теперь держу в натяжечку и перевожу нить перед глазками к колечку выполняю здесь уже в натяжку пару-тройку хороших оборотов поднимаю вверх переламываю мою пленочку и теперь уже креплю за глазками натягиваем и аккуратненько отрезаем теперь чтобы мне было удобно здесь закрепить мои усы я здесь вот так проматываю есть несколько вариантов можно у колечка закрепить сразу усы можно закрепить я покажу для начала более простой так чтобы вам было удобно значит я обычно использую обыкновенное вот у меня имеется перо охотничьего фазана я отрываю парочку бородок с пера подравнивая их если несколько будет неудобно вам это не страшно допустим потом мы длину наклон и все это регулируется очень-очень быстро вот я специально закрепил как вы видите непропорционально длинные усики поэтому я хоботочки усики вот я беру потом подтянул сколько мне необходимо проматываю и вот теперь я беру уже начинаю разводить мои усы развели аккуратно крест вот так через глазки крест накрест я уже закреплю их окончательно на голове все теперь я больше стараюсь не утяжелять саму голову отрезаем остатки пера очень аккуратно берем узловяз или как вам чем удобно хотите руками делаем здесь же за глазками завершающий узел и переходим теперь к другому моменту который называется немножечко пролачить можно вскрыть хорошо лаком можно буквально капнуть капельку клея и больше ничего не делать но я знаю что оно на плавучесть не повлияет я беру бесцветный лак вот нанесу вот так вот капельку сразу здесь где у меня закреплено переворачиваю и промазываю слегка здесь теперь мне необходимо подождать пока оно подсохнет все и уже после этого нанести пару тройку хороших капелек как возле нашего брюшка и грудки где нам необходимо чтобы было видно переход так и на головку давайте подождем немножко вот и все друзья мои как вы видите достаточно просто хорошая опушка у нас вышла опора будет для воды если по каким-либо причинам у вас несколько длиннее можно подрезать ножницами просто дешево и сердито ну а остальное я отвечу у вас на ваши вопросы в личной переписке that's all done thank you very much my friends goodbye goodbye